Очень хорошее послушание. Кто к нам с миром приходит, тот с миром у нас и живет. Но я немножко ее переделаю. Кто с войной к нам придет, тот от этого оружия, которое притащил с собой против нас, от этого оружия и погибнет. Был такой момент, я стоял СВД, ну вы знаете, что такое, да? Стоял муха, была у меня, и мой автомат. Я стоял на самом передке, и когда некоторые, скажем так, пытались отойти, я сказал, я с этого города не уйду. Пока у меня не кончится боезапас, я буду стоять здесь, и я буду встречать всех тех, кто будет пытаться зайти в наш город. Наш город тем и отличается, что это шахтерский специфический город. Еще до начала боевых действий в городе Первомайске, когда мы еще вывозили беженцев со Славянска, да? Принимали беженцев, вывозили до границы. Я своим друзьям и товарищам сказал, посмотрите, наш город Первомайск станет очень-очень значимым городом. На нашем городе, говорю, многие войска украинские обломают свои зубы. У нас 12 детей, и во время войны родилось 12 детей. Сказать надо огромнейшее спасибо. Это Коваленко, отец и сын, плюс его замы, девчата, все находятся на своих местах. Хирург, Сухов, то же самое, в больнице, принимают все, они работают день и ночь, они живут в больнице. Жена здесь с ребенком, ребенку седьмой годик, сыну, три месяца дочки у меня. Я лично сам пытался выйти на блокпосты, и у меня неоднократно состоялся разговор с украинскими военными, именно с призывниками. Каким путем я выходил, давайте, я тоже не буду это пропущу, да? Ну, я разговаривал с механиком-водителем БМП, с солдатами с блокпоста я разговаривал, да? Я им говорил, ребята, помните, что вы делаете, кого вы бомбите, кого вы уничтожаете. Вы уничтожаете мирное население. Соотношение потерь на сегодняшний день. Один наш военнослужащий, да, тот, что обороняет город, приравнивается к 40 мирным жителям. То есть 40 мирных жителей, погибшими на одного нашего воина приходится. Вы поймите, это уже не война, это полностью идет истребление нашего народа. Они своих раненых бойцов добивают. Я хотел бы, чтобы вот эти слова, вот эти слова, все матеря, которые отправили своих сыновей воевать и завоевывать Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, матери, чтобы вы знали, чтобы вы знали, мы очень, очень хорошо относимся к вашим сыновьям. Мы с ним предлагаем сложить оружие, вернуться домой. На какое-то время сложите оружие, переходите к нам, мы вам ничего не сделаем. Мы вам гарантируем стопроцентную гарантию. Будете накормлены, одеты, будете в тепле, будете в достатке. Но мы не хотим одного, чтобы матери с той стороны получали похоронки. Многие из матерей, они не знают, где их дети, потому что их закопали, закопали, добили, бросили. Продолжение следует...